Коммунальный беспредел 3 Почему горит Наринмар Не курить, как в городе, выполняется закон о запрете курения в общественных местах, что думают о нем рестораторы и представители гостиничного бизнеса. Ирина Цепетова проследила, где дымят Наринмарцы. Традиции, правоприемство поколений, дружба народов и творчество. В Наринмаре прошел 6 окружной праздник комикультуры Визула-Ю. Здравствуйте, вы смотрите итоговый выпуск новостей на телеканале Севера. Важнейших событиях в минувших 7 дней вам расскажут наши корреспонденты и я, Владимир Томилов. 69. Ровно столько в Наринмаре сегодня находятся аварийных и подлежащих сносу жилых домов. И это только официально признанные таковыми. На самом деле трущоб в городе гораздо больше. Люди бьются с управляющими компаниями и чиновниками за улучшение жилищных условий. Кто-то сверхактивный, ежедневно обивает пороги городской администрации. Другие же, в основном пенсионеры, смирились с несправедливостью и доживают свои дни в прогнивших домах. Люди, десятки лет отдавшие развитию региона, вынуждены на старости лет делить свою жилплощадь с крысами и нечистотами. Сейчас же одни с содроганием сердца ждут холодов и думают, как пережить зиму. Ведь теплых и уютных квартир в монолитах им, по всей видимости, в ближайшем будущем не светит. К проблемам Наринмарцев присоединились активисты Народного фронта. Оказывается, мэрия до 1 октября должна была у каждого аварийного дома установить информационную табличку, в которой указывается, когда дом будет расселен, куда расселят и координаты справочной информации. Фронтовики отправились в рейд. И каково же было удивление, когда, казалось бы, простейшее задание оказалось невыполненным. А это, между прочим, поручение Министерства строительства Российской Федерации. В очередном коммунальном беспределе разбиралась Алина Волчейская. Проблемы ЖКХ и благоустройства остаются больным и извечным вопросом. Коммунальный беспредел есть везде. Огромные счета от управляющих организаций, вечные ссоры между жильцами, коммунальщиками и чиновниками. Список можно продолжать и продолжать. В нашем репортаже мы затронем ряд самых наболевших проблем в сфере жилищно-коммунальных услуг. Октябрьская, Смедовича, Совхозная, Рыбацкая, Заводская, Бондарная. Да практически на каждой улице Наринмара есть дома-призраки. Так мы называем ветхие и аварийные строения. Городское управление строительства ЖКХ насчитало таких аж 69. И на каждом, согласно распоряжению Министерства строительства, должна быть установлена информационная табличка со сроками переселения, адресом нового жилья, телефонов ответственных лиц. Такие таблички должны были появиться до 1 октября текущего года. Однако на всех аварийных домах их как не было, так и нет. Это выявили представители рабочей группы качества повседневной жизни Общероссийского народного фронта в ходе рейда. Народный фронт проводит ряд мероприятий, призванные привлечь внимание к расселению жителей Нинскоавтономного округа из ветхого и аварийного жилья. Мы уже этим летом делали рейд по тем квартирам, люди, которых нуждаются в расселении и те, которые уже переселены. Конечно, рейд показал, что очень много у нас ветхого жилья в округе. И эта проблема очень наболевшая, особенно среди людей пенсионного возраста, пожилого возраста, которые не могут ни купить квартиру, ни взять ипотеку и довольствуются тем, что они имеют. Мы с моим коллегой-телеоператором также присоединились к активистам ОНФ и проехались по ветхим домам. Первый адрес, куда мы отправились – улица Бондарная, дом 17. 1951 год постройки, износ 71%. Жилым его назвать язык не поворачивается. Фундамент провалился, стены перекошены, выгребную яму жильцы обходят за несколько метров, так как она вот-вот обрушится. И это мы только оценили его снаружи. Отправляемся внутрь, дверь нам открыла пожилая женщина. Валентина Шевелева в этом доме живет, сколько себя помнит. Впрочем, как живет – выживает. Многодетная мать всю свою жизнь проработала на мясокомбинате, поднимала производство в регионе. И такая вот теперь женщине за это благодарность. В квартире холодные зимой и летом, стены вздулись, пол прогнулся. О ремонте и думать бесполезно, говорит пенсионерка. Это пустая трата денег. Да и откуда у пожилого человека с сахарным диабетом деньги на ремонт, смеется Валентина Ивановна. На хлеб да на лекарства-то еле хватает. А вам не приезжали с администрации города, ничего не говорили, что ваш дом должен быть когда-то расселен? Я сама ходила, я сама к Федорову ходила, записывалась. Ну и Федоров мне сказала, что в конце, ну от этого года или в начале 15-го. Так она мне сказала. Верите в то, что у вас расселит? Не знаю, я уже больше ничему не верю. Ну конечно, желательно бы, конечно, еще немножко пожить, сколько дано, так не знаю. Но никаких документов, писем от администрации о том, что у вас должны как бы в каком-то году с извещением о том, что... Вот сейчас только мы собрали эти, как его, ну все документы, что паспорта и свидетельство о рождении, и договор я отнесла, все. Больше ничего не сказали. Ждите звонка, а в каком году, неизвестно. Может уже и меня не в воздух. Впрочем, и расселение не всегда радует. Дом номер 7 по улице Смедовича. Это жилое строение было сдано в эксплуатацию еще в 1941 году. 72% износа. Дом идет под снос и почти полностью расселен. Почему почти? В этом доме проживает всего одна семья. Их жизнь давно превратилась в кошмар. И хотя вода, свет и газ в квартире есть, жить здесь невозможно. Я проживаю и прописано по этому адресу. Смедович 7 квартир, а 1. Дали 2 квартиры, жила 3 семьи. Но так как мне не дали, я Татьяне Васильевне Федоровне так сказала вопрос, ну как бы так. Я останусь жить, ну как бы здесь. А до этого я снимала квартиру. И надеялась, думаю, ну я на очереди на общегородской стою. Думаю, ну может быть я тут квартиру, да с очереди как бы снимут. Но мне ни в этом случае, ни в этом случае не повезло. То есть, а что Татьяна Васильевна говорит? Она какие-то может выходы из этой ситуации видит? Нет, ничего, она абсолютно мне не обещает. Вот там дома строятся. Говорят, что очередь всю общегородскую заселят. Вот по южной, по-моему, там дома строятся. Вот я не знаю. Аналогичная ситуация еще в одном доме по улице Смедовича. В таких домах ситуация банальная, двери закрыты на замок, хотя жильцы в доме есть. Люди просто боятся бомжей, пьяных подростков и хулиганов. Жильцы этого дома не хотят общаться даже со СМИ и даже по телефону. Они уже никому и ни во что не верят. Я позову, если выйдет сосед, родная Симтеатра Плюс. Мы можем сами зайти, в принципе, если он не против будет. Вы не зайдете, дверь закрывается на замок, потому что здесь невозможно жить. Не, ну если он нам откроет. Ну да, я сейчас пошу. Давно пора, вы знаете, мы тут жили, у нас камера была здесь. Алло, Валера, тут телеканал Север хочет снять в нашем доме, так скажем, репортаж. Выйдешь? Ну, может быть, расскажешь? Да, у нас цель, наоборот, помочь таким жильцам, потому что не одни вы такие живете. Там на Смедовиче 7 тоже такая же проблема. Может, через окно даже, если у нас не хочет. Он не хочет. Впрочем, отчаявшиеся жильцы есть не только в ветхом и аварийном жилфонде. Дадим им слово. То, что они делают, это вообще бы ни о чем-либо. Так, не знаю. Деньги подмывали. Что, б***ь, вот самое, у нас душ вот такой вот есть, б***ь. Что мы пользуемся душем. Этим душем возможно пользоваться? Под дом. Уже 11 лет это льется все под дом. Ну, я стою под струей, чувствую это грохот. Буквально 10 сантиметров у меня от ноги падает. Так, а мы еще моемся детьми. Да. Ну, здание шевелится. Видно, что здание само шевелится. За последние 4 года, вот что мы живем под постсоветом, сделано 3 капитальных ремонта. И каждый раз скрывалась канализация. С этой стороны, не только в септике, ничего не идет. Все идет под дом. Поселок Искателей, дом номер 16 по улице Строителей. В народе больше известен как Воемковская общага. Сейчас здание значится как многоквартирный дом, со всеми удобствами. Сейчас увидите, какими. В этом помещении жильцы дома по улице Строителей 16 принимают душ. Вот видите, какой тут потолок весь черный, капает. А за стеной квартира мужчины, который сейчас, кстати, в больнице. И когда он выйдет из нее, его ожидают сюрприз. Кстати, его диван стоит на тех же фекалиях, которые лежат здесь. А вот это местный туалет. Фонтан из фекалий, а так в шутку называют утечку канализационных отходов сами жильцы, случился в этом доме еще летом. С тех пор люди и своими силами убирали, и в администрацию обращались. Но вот он и не там. Вдобавок к этой проблеме у жильцов еще целый список. Зимой холодно, дом проседает, стены покосились, полы пузырями. В общем, стандартный набор. Управляющей компании у этого дома нет. Выбирать новую жильцы не собираются. С 15 августа этот дом остался без управления. Управляющая компания, которая до этого обслуживала этот дом, прекратила свои функции. И мы пришли на этот дом, организация предложит свои услуги по обслуживанию и оказанию коммунальных услуг. Кворума не было. Из тех людей, которые находились на собрании, то есть менее 50% от проживающих, сказали, что они не хотят нашу управляющую компанию. И сказали, что администрация поселка Искатель должна сносить этот дом. Жилое строение находится на балансе поселковой администрации, а значит, управляющую компанию должны выбирать именно муниципалы. Так нам пояснили в Гостро-жилнадзоре. В данной ситуации муниципалитет, с одной стороны, как должен контролировать вопросы содержания и предоставить коммунальных услуг в этом доме, также организовать вопросы содержания и ремонта. В случае, если нет управляющей компании, он должен принимать меру уже как собственник. То есть он либо заключает договор, то есть привлекает какую-то подрядную организацию на управление домом, либо самостоятельно организует вот эти вопросы. Поэтому в данной ситуации, я думаю, что граждане, которые обращались в муниципальное образование, они поступили правильно, то есть обратились по адресу. А вот дальнейшие действия муниципалитета, наверное, тут надо уже смотреть, насколько правомерно. Чтобы выяснить, почему же муниципалитет не выбирает управляющую компанию для злосчастного дома, мы направились прямиком к главе поселка Григорию Коваленко. И вот что он нам рассказал. Мы просто уже, собственно, заканчиваем подготавливать конкурсную документацию и будем назначать управляющую компанию, то, что требует муниципалитета. Да, я говорю, я направлял службу заказчика, чтобы переговорились, провели собрание, но никто не является там, человек 5-7, а должно быть не менее 50%, например. То есть людей как бы это совершенно не интересует, их дальняя судьба. Единственное, сегодня эйфория пошла по всему поселку, да, наверное, и в городе такое происходит, требует переселения там. То, что дом признан аварийным, не признан аварийным, и он еще не признан аварийным. Они считают, что он уже аварийный, что их должны переселять. Это, я вам скажу, что эти прежития не столько старые, они где-то там, ну, 85-го примерно года. Я точно, ну, я говорю, примерно, видите, так, я помню, потому что там ряда прежитий. Здесь есть дома и постарше, и, говорит, и еще похуже, так сказать, выглядеть. Вот. Все дело в том, что жильцы сами, я говорю, не следят, не хотят следить. То ли ошибка управляющей компании, то ли безответственность постсовета, то ли свинство самих жильцов. Ни первых, ни вторых, ни третьих обвинять не будем. Возможно, такой потоп из нечистот стал следствием безответственности всех трех сторон. Скажем лишь в защиту жильцов этого дома, которые неоднократно обращались в администрацию поселка Искателей, что, коль уж дом на балансе муниципалитета, так будьте добры, уладьте ситуацию. Ведь если тыкать и сваливать вину друг на друга, то ничего хорошего из этого не выйдет. Таких домов-призраков, как этот, на Ринмаре и поселке Искателей достаточно много, и это не может не огорчать. Хотелось бы обратиться к чиновникам. Вы задумайтесь, каково же живется в таких условиях людям, когда текут туалеты, ломаются души и прочее, прочее, прочее. Вы живете в нормальных условиях, в благоустроенных квартирах, а эти люди изо дня в день боятся за свою жизнь. Алина Волучейская, Вадим Стасюк, Александр Дуркин, Сергей Качиков и Леонид Шишелов, телеканал «Север» программа «Север». На своих планерках мы с журналистами часто задумываемся, а может зря мы показываем в наших эфирах беду людей, которые борются за нормальную жизнь. Ведь ни на один из прецедентов мэрия так и не отреагировала. Сейчас хозяйка города все силы бросила на попытки сохранить полномочия городской администрации по ряду серьезных направлений, которые с 1 января должны перейти в округ. А в связи с этим округ перестанет датировать в город миллиарды рублей. Значит, не зря решили мы. Ведь если город не в состоянии решить проблемы на Ринмарсов, может, это сможет сделать округ. Ведь жилье входит в число тех самых полномочий. Будем надеяться. А пока к другим темам. На этой неделе в Наринмаре произошло ЧП, которое на час оставило без света город Искатели и Тельвиску. Это в разгар рабочего дня. Причиной сбоя стало возгорание на Наринмарской электростанции. Всего же с начала года в Нениском округе зафиксированы десятки пожаров. Есть человеческие жертвы. Как уберечь себя от беды, узнала Валентина Чебичик. Валентина Чебичик. В среду 8 октября около 12 часов дня на дежурный телефон МЧС поступил звонок. В одном из помещений Наринмарской электростанции произошло возгорание. На место аварии выехали пожарные, но отключения электричества избежать не удалось. В результате почти час жители города, поселка Искатели и Тельвиски сидели без света. К электростанции срочно подъехали экстренные службы. Горгаз, скорая, наряд полиции, спасатели. Всего 21 человек плюс 7 единиц техники. Прибыли на место через 3 минуты. Было обнаружено загорание, задымление в этом помещении. Подано было на тушение 2 ствола АБ. Очаг обнаружен в кратчайшее время. То есть в течение 3 минут мы полностью локализовали данный пожар. Оказалось, задымил пульт управления газотурбиной. Как пояснил главный инженер Наринмарской электростанции, неполадки в системе управления вследствие короткого замыкания на высоковольтной линии. Получается, в 11.41 у нас происходит короткое замыкание на отходящей линии 6 кВт. Стали определять место повреждения. В этот момент произошло задымление в РУ 6 кВт ГТС-18. По результату задымления произошел аварийный остановок генерирующего оборудования. При осмотре РУ 6 кВт увидели сильное задымление. Обесточили РУ. Вызвали пожарные бригады. И встречали их. Тем самым занимались восстановлением электроснабжения города, поселка Искателей и Красной Интелевской. Аварийная бригада ДЭС восстановила энергоснабжение по резервной схеме. Несмотря на это, население города, поселка Искателей и Тельвийский более часа сидели без электричества. Это почти 26 тысяч человек. Если посчитать материальный ущерб от аварии, количество отключенных потребителей умножить на среднюю заработную плату в регионе, сумма выйдет немаленькая. К тому же из-за таких непредвиденных отключений страдают все организации, где используют компьютерную технику. При аварии на электростанции могут быть большие скачки электроэнергии, напряжения. И страдает технологическое оборудование в комплексе. И даже в первую очередь, конечно, в любом комплексе есть защитное оборудование, источник бесперебойного питания, трансформатор и так далее. То есть, в первую очередь, страдают они и выходят из строя при огромных каких-то перепадах. На данный момент у нас вылетел датчик температуры в результате прохождения. Слава богу, больше ничего не пострадало. К сожалению, в Ненецком округе пожары не редкость. За прошедшие 9 месяцев зафиксировано 24 возгорания. Это на 4 позиции меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Мы встретились с заместителем начальника отдела надзорной деятельности МЧС России по Ненецкому округу Денисом Литвиновым. Нас интересовало два вопроса. По каким причинам горят дома и стройки? И кто за это несет ответственность? Основные причины – это у нас нарушение требований пожарной безопасности в быту. Потому что порядка 50% всех пожаров у нас регистрируется в жилом фонде. Ну а жилой фонд – это, соответственно, что это человеческий фактор. Это кто-то покурил неаккуратно, кто-то не уследил за своими электроприборами. Где-то проводка была некачественно смонтирована и замкнула. Пожары происходят примерно в одинаковом количестве в городе и населенных пунктах. Примерно половина из них произошла на производстве, другая часть – в жилом секторе. В этом году все, наверное, помнят и слышали про пожар в Хариверске. Это 12-квартирный жилой дом. То есть очень много семей остались без жилья, без имущества. Вот, наверное, такой резонансный достаточно был пожар в этом году. И летом у нас довольно часто встречались возгорания в расселенных домах. Вот лично я в одну ночь по трем адресам выезжал. Причем и в последующие несколько дней эти же объекты, которые загорались, они снова подвергались. Общий ущерб от пожаров оценивается в 5 миллионов 700 тысяч рублей. Это имущество погорельцев, коммуникации и главное – жилье. Когда же дело касается человеческих жизней, ущерб неоценим. В этом году в пожарах погибли 7 человек. 1 января в одном из оленеводческих стойбищ сгорели два оленевода. Еще один резонансный случай произошел в доме на Пустозерской улице. Там сгорела женщина. Накануне у нее в гостях сидела компания. Один из гостей не затушил сигарету и лишил жизни хозяйку квартиры. В каждом случае разыскивается виновник. Только ответственность он несет по-разному. В данный момент проводится больше, наверное, документарная проверка. Дознаватель уже туда выезжал, на место. То есть осмотр первичный он сделал. В настоящее время подготовлены и направлены запросы на ту же самую электростанцию по ответственным должностным лицам, по работам, которые там проводились перед этим. Ну, то есть сейчас первая задача стоит – это выяснить причину этого происшествия. А дальше уже в соответствии с выясненной причиной уже будут проводиться другие мероприятия по выявлению ответственных лиц. Сегодня на этом месте строят автомобильную парковку. А буквально три года назад здесь стоял многоквартирный жилой дом. Его жильцы даже не подозревали, что он сможет пострадать от пожара. Буквально в ста метрах отсюда располагается пожарная часть. Спасти здание от огня не удалось, и он сгорел дотла. Этот случай еще раз приводит нас к утверждению, что пожарная безопасность лежит на каждом из нас. И такие знакомые советы, как «не оставляйте детей без присмотра» или «доверяйте монтаж электропроводки только профессионалам» – не пустые слова. А один из способов защитить от огня себя и своих окружающих. Валентина Чибичек, Леонид Шишелов, Сергей Качигов, телеканал «Север», программа «Итоги недели». Четыре месяца прошло с тех пор, как в стране был принят закон о борьбе с курением в общественных местах. Власти взялись за курильщиков как никогда ранее. Ни в барах, ни в ресторанах, ни в гостиницах, ни на вокзалах. В общем, подымить стало практически негде. Организации по защите прав курильщиков забили тревогу, а Минздрав пожинал плоды, рапортовав о сокращении заболеваний, вызванных никотином. В Нинском округе, как и по всей России, также взялись за курильщиков. Даже количество штрафов, выписанных за курение в неположенных местах, перевалило за сотню. Ирина Цепитова, которая, кстати, не курит, узнала, что изменилось в округе с момента вступления закона в силу. Курить или не курить, конечно, личное дело каждого. Но вот только закон явно не на стороне любителей подымить. Масштабная антитабачная кампания началась в России еще год назад. С 1 июня начался ее второй этап. Как отмечают специалисты, самый сложный. Курить запретили в закрытых помещениях, таких как рестораны, кафе, бары и гостиницы. Антитабачный закон тогда наделал много шума и вызвал волну взмущения у заядлых курильщиков. Шутка ли запретить затянуться сигареткой в ресторане за чашкой кофе? Недовольны были и владельцы кафе-баров-ресторанов. По их мнению, в России антитабачный закон оказался самым суровым, и они опасались повторения ситуации в Западной Европе, где многие рестораны разорялись, а люди выходили на демонстрации. Несмотря на весь пессимизм и нежелание принять суровую реальность, опрошенные в сентябре РБК-рестораторы оказались более оптимистичны. Если они и фиксировали отток посетителей, то незначительный. То ли сказалось отсутствие в разоведении, то ли в земляхов другая, но введение антитабачного закона в Наринмаре восприняли хоть и с осторожностью, но без особого недовольства. В Тимане, например, за 4 месяца действия закона не было ни одного случая, чтобы кто-то просто достал и закурил сигарету, невзирая на запрет. – Однозначно. Закон один для всех, и я так думаю, что во всех заведениях этого города курить запрещено, в том числе и у нас. – А часто ли у посетителей возникает вопрос, можно курить, нельзя, почему? – Возникает часто, но люди понимают прекрасно, что закон есть закон. Люди понимают это, идут абсолютно нормально, воспринимают это, выходят на свежую воду, курят на специальную площадку для курения. Мы абсолютно находимся в равных условиях с нашими партнерами, с нашими коллегами в этом городе. На посещаемость, я думаю, этот закон не повлиял. Кстати, запретив курить в помещениях, законодатели пошли дальше. На весь общепит в России они наложили двойной запрет. Своей легкой рукой лишили кафе, бары, рестораны и специально отведенных комнат, так называемых курилок. Теперь, чтобы подымить, посетителям нужно выйти из заведения в отведенное для курения место, иначе штраф. Более лояльным закон оказался к гостиницам. Им по закону можно иметь в помещении курилку, но только ту, которая будет соответствовать гигиеническим нормативам санитарного законодательства и при условии, если этого захочет сам собственник. У нас такого специального нет, но у нас все жильцы, наши работники, сотрудники, кто курит, все курят. Вот при входе у нас, вы видели, у нас стоит урна, где люди могут пойти покурить спокойно. И как бы это мы им не запрещаем, так как закон гласит, что это наше здание, как бы не относится к тому учреждению, которому запрещается на территории курить. У нас только запрещено в здании курить. Вот у нас определенное место для курения, где у нас стоит урна для пилка. И вот у нас висит знак. Знак размножающий при входе в здание, что в здании не курят. Сотрудники ресторанов и гостиниц в Маринмаре оказались подкованными в правовых вопросах. С такими не забалуешь. Курить придется под открытым небом и только. За непослушание курильщику грозит штраф. Полномочиями в части пресечения подобных правонарушений наделено ОМВД России ПАНАО. За 9 месяцев 2014 года полицейскими было составлено 203 протокола о закурении в неположенных местах. Штраф за данное нарушение идет от 500 до 1500 рублей. Если же правонарушитель закурил на детской площадке, то штраф здесь увеличивается от 2 до 3 тысяч рублей. Впрочем, законом определено еще много таких мест. Итак, чтобы не быть голословными, обратимся наконец к федеральному закону номер 15. Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. И посмотрим, где курить запрещено. Первое, что сделал антитабачный закон, запретил курение в общественных местах. В первую очередь на территориях и в помещениях образовательных организаций, учреждениях культуры и спорта, а также на территориях и в помещениях медицинских организаций. В подъездах и лифтах домов, на детских площадках, пляжах, в общественном транспорте и в административных зданиях. С июня этого года запрет расширился. На поезда дальнего следования, пассажирские платформы, аэропорты, вокзалы, рынки, бары, рестораны и гостиницы. Кстати, законом в отдельных случаях оговаривается даже расстояние, на которое необходимо удалиться, если желаешь подымить. Цитирую. В местах на открытом воздухе, на расстоянии менее чем 15 метров от входа в помещения железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, станций, метрополитенов. В конце нашего пути, слышав только выдержки из закона о запрете, нашей съемочной группе стало интересно. А где же все-таки можно покурить? Оказалось, таких мест не так много. Это улица, но только если вы не находитесь на территории объектов и на расстоянии менее чем 15 метров от входа в помещение, обозначенное законом. Также это ваша собственная квартира и автомобиль. Курите там сколько захотите и не мешайте окружающим вас людям дышать чистым воздухом. Ирина Цепетова, Вадим Стасюк, Александр Дуркин, телеканал «Север». Программа «Итоги недели». 1 января 2015 года в России вступит в действие новый федеральный закон, который направлен, как утверждают разработчики, на развитие системы социального обслуживания граждан, повышение его уровня, качество и эффективности. И так, что изменится в этом направлении, со следующего года узнаем у начальника управления труда и социальной защиты населения Нениского округа Сергея Сверидова. Сергей Анатольевич, добрый вечер. Добрый вечер. Хотелось бы отметить, что в конце декабря 2014 года был принят закон об основах социального обслуживания граждан РФ. На сегодняшний день действует два закона. Это о социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов. И закон федеральный об основах социального обслуживания населения в РФ. Новый закон, который вступит с 1 января 2015 года, заменит полностью этих два закона. Как вы правильно уже отметили, что он направлен на дальнейшее развитие системы социального обслуживания, а также повышение уровня и качества оказываемых социальных услуг. В чем суть этого закона, собственно говоря, что конкретно изменится у тех людей, которые пользуются социальными услугами? Хотелось бы отметить, что этот закон предусматривает дальнейшую реформу социального обслуживания граждан РФ. Основной это будут составлены реестры организаций, которые эти социальные услуги могут предоставлять. К сожалению, на сегодняшний день у нас таких две организации только. Это государственные учреждения, это штазерский дом-интернат для престарелых, инвалидов и комплексный центр социального обслуживания населения. Закон, который вступает с 1 января 2015 года, предусматривает возможность участия в этом процессе бизнеса. Но учитывая район Крайнего Севера и затраты, которые бизнес должен нести, конечно, это не совсем интересно для бизнеса. И учитывая это, буквально вчера президентом Российской Федерации и председателем правительства были озвучены возможность предусматривать налоговые льготы, каникулы для таких организаций, чтобы они все-таки появились и была конкуренция в оказании этих услуг. Помимо этого, реестр организаций, которые могут эти услуги предоставлять, будет составлен регистр получателя этих услуг. На сегодняшний день мы эти положения реализуем и реестр и регистр уже формируем, составляются. Хотелось бы отметить, что услуги будут оказываться на основании заявления. То есть обязательно необходимо будет за получением социальных услуг обратиться, написать письменное заявление. Если гражданин не может это сделать сам, за него может сделать любой его представитель, либо любой орган власти, местное управление, любая другая общественная организация. А вот если вернуться к бизнесу, предоставлению социальных услуг бизнесам, а вообще есть прецеденты в регионах других, может быть, у нас, понятно, пока нет таких вот ИП, которые предоставляют социальные услуги? Да, конечно, они есть. Они есть в ряде других субъектов, в первую очередь. Это частные дома-интернаты для престарелых инвалидов, также пользуются спросом. Также и другие услуги, которые могут предоставляться в рамках этого закона, также на сегодняшний день уже в других субъектах предоставляются бизнесом. А что нужно для этого, чтобы открыть такой бизнес? Какие-то дополнительные, помимо всех прочих? Просто создать организацию, либо на основании которой сегодня действуют, предусмотреть в основной деятельности вот эти специфические виды деятельности и просто их реализовать. Какое-либо специальное разрешение, лицензию получать нет необходимости. А принимали участие в разработке этого закона люди, собственно говоря, на кого он направлен, на ГИМИ, да и учреждения, которые предоставляют социальные услуги и... Хотелось бы отметить, что данный закон, он продукт труда даже не одного года. Когда министерство федеральное, Минтруда его готовило, он подвергался общественному обсуждению, в том числе и с общественными организациями, и с гражданами, и в итоге вот появился такой закон, который сегодня вот необходимо в течение 2014 года принять комплекс мер, чтобы с 1 января 2015 года он вступил в силу. А сложно будет принять этот комплекс мер? На уровне Федерации, помимо этого закона, необходимо принять около 30 актов. На сегодняшний день министерством, большинство они разработаны и приняты на уровне правительства и самого Министерства в форме приказов, и на уровне также всех субъектов, в том числе и нашего, необходимо принять также около 30 актов. Основополагающий закон о разделении этих полномочий между законодательной властью, исполнительной и уполномоченным органом, который будет реализовать положение этого закона в округе, они приняты. Рекомендация по поводу определения уполномоченного органа это управление труда и страной защиты населения. Соответственно, между уровнями власти распределены полномочия, и мы дальше поступательными действиями идем к разработке других нормативных актов, и на сегодняшний день большинство из них разработано. Хотелось бы отметить, что на федеральном уровне будет утвержден минимальный перечень услуг, который должен быть в каждом субъекте, и субъектам дается право этот перечень расширять. Учитывая специфику нашу в Нинске автономном округе, тот объем услуг, который мы оказываем, мы его обязательно сохраним и, вероятнее всего, будем рассматривать вопрос о его качественном улучшении. Консультироваться будете с поставщиками социальных услуг? По каким, что можно расширить, что можно увеличить? Как я уже отметил, у нас сегодня поставщиками являются два учреждения, которые нам и подведомственны, соответственно, и тот перечень услуг, который они сегодня оказывают, мы его обязательно сохраним. Хотелось бы отметить, что в рамках этих же двух учреждений губернаторам принято решение по Пустодерскому дому-интернату строительство нового здания. Мы выезжали в Воронеж, в Воронеже очень хорошие проекты, на 100 человек. У нас сегодня находится около 90 человек в Пустодерскому дому-интернате, и мы планируем построить на 100 человек. И строительство второго здания, комплексного центра социального обслуживания, это тоже, в свою очередь, позволит и качественно улучшить предоставление услуг, и расширить перечень их. А Пустодерский дом престарелых новый чем будет отличаться от старого? Во-первых, сегодня он располагается в приспособленном здании, это общежитие. Оно изначально не было приспособлено до Пустодерского дома-интерната. Сегодня там очень большие проблемы с нахождением там лиц с ограниченными возможностями. Он не приспособлен, то есть там нет возможности им передвигаться в самом здании, выходить на улицу. Во-вторых, он в трехэтажном исполнении, это очень неудобно. Во-первых, неудобно, а во-вторых, вызывает проблемы по пожарной безопасности. У нас в последнее время увеличились жители округа, которые там находятся, которые находятся в лежачем состоянии. То есть, чтобы возможность была своевременно эвакуировать, трехэтажное здание не отвечает требованиям. Ну что, Сергей Анатольевич, спасибо вам за ваш комментарий. Спасибо. Что еще интересного произошло на этой неделе, узнаете из нашего дайджеста. В одном из баров Наринмара сотрудники МВД России по Ниницкому округу изъяли партию контрафактной спиртосодержащей продукции. Ранее полицейские получили информацию, что в баре «Империя» продается контрафактный алкоголь, после чего туда выехал наряд. В ходе проверки выяснилось, что владелец увеселительного заведения организовал незаконную реализацию алкогольной продукции, при этом лицензии на розничную продажу алкоголя отсутствовало. Также у предпринимателя не оказалось документов, подтверждающих легальность производства и оборудования алкоголя. Всего полицейские изъяли 82 литра спиртосодержащей продукции. По результатам проверки возбуждено дело об административном нарушении. Проводится расследование. Администрация Ниницкого округа и некоммерческая организация Ассоциация морских торговых портов России подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны намерены сотрудничать при разработке и осуществлении экспертизы перспективных планов развития портового хозяйства, разработке проектно-сметной документации по строительству сооружений, содействовать улучшению социальной защищенности работников морских портов, развивать межрегиональное сотрудничество с органами власти, деловыми партнерами, содействовать развитию морских терминалов на территории НАУ. Ассоциация окажет содействие органам власти при разработке проектно-сметной документации при конструкции морского и морского торгового порта и строительству отгрузочного терминала в Индиге. Рекордное количество новобранцев планируется призвать на прохождение срочной военной службы в этом году. По предварительным данным, отдела военного комиссариата Архангельской области по Ненинскому округу – это 190 человек. Такие цифры на оперативном совещании губернатора сообщил начальник отдела Игорь Ибраев. Однако, по его словам, эта информация пока предварительная. В настоящий момент на учете в отделе военного комиссариата состоит более 800 граждан 1987-1996 годов рождения. Из них на призывную комиссию планируется призывать 431 человек. Наринмарский авиатряд наращивает объемы. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Валерий Оставчук. За 9 месяцев текущего года объем пассажирских перевозок на местных воздушных линиях вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доходы предприятия увеличились на 50 миллионов рублей. В сентябре на внутрирегиональных линиях введен новый маршрут «Наринмар», «Нижняя пёша», «Белушья», «Волоковая», «Воланга» и обратно. Что касается внешних перевозок, в регион приходит новая авиакомпания, которая будет осуществлять полеты на «Боинге-737» три раза в неделю в Москву в аэропорт Домодедово. По предварительной информации, первый борт запланирован уже на 26 октября. Делегация городского дома культуры вернулась из международного конкурса. На площадке наши вокалисты исполнили зарубежные отечественные композиции, а представитель танцевального направления Михаил Шаргодаров исполнил танец «Шамана». В фестивале конкурса эстрадного искусства Ненинский округ принимал участие впервые. На конкурс отобрали три вокалиста и одного танцора. Каждый из них подготовил по два номера. В репертуаре солистов были песни на русском и английском языках. В итоге Кристина Ясинская получила гран-при, Александр Чемисов и Ксения Носова диплома второй степени. Михаил Шаргодаров номинация «Хореография» стал лауреатом первой степени. Ненинский округ станет съемочной площадкой для нового художественного проекта о дружбе. Компания «Аквариумфильмс» при поддержке Министерства культуры готовится снять фильм «Берик-оберег». Картина расскажет о двух мирах, существующих в тундре, оленеводах и нефтяниках. Сюжет основан на реальной истории, произошедшей на одной из буровых станций. Сейчас в Наринмаре проходят кастинги, ведь некоторые второстепенные роли исполнят представители нашего региона. Тема продолжит Александр Бабрякович. В Наринмаре прошел кастинг на роли первого и второго плана в художественной картине «Берег-оберег». Желающих попробоваться оказалось довольно-таки много, чего не ожидали ни режиссер, ни продюсеры. Представители ненинской национальности показали себя во всей красе. Кроме этого, в массовых сценах будут участвовать местные оленеводы. Съемки фильма планируют начать уже весной следующего года. Побережье, край ненинской тундры, песчаная дюна, коса, на косе стойбище ненцев, несколько чумов и распоряженных нарт, над чумами дым, выше бурая сопка, рыжие мхи. Пейзаж скуп на краске, палитра сдержана, благородно проста. Таким видит начало фильма режиссер Андрей Редькин. Пейзаж пейзажем, но хорошим кино делает еще и работа актера. По задумке режиссера сыграть главные роли в фильме должны непременно коренные ненцы. А главное, это наш герой, оленевод, ненец, более того, из большеземельской тундры, как мы теперь понимаем, потому что, оказывается, есть колбуевские ненцы, есть большеземельские. И для нас это может быть одно и то же, а вот внутри тундры это весьма отлично. Теперь, в силу того, что мы определились с местом, с большеземельской тундрой, значит, нам и нужны большеземельские ненцы. Одежда, лицо. Для этого и организовали кастинг. Отбор проводили на три главные роли. Молодой человек 20-25 лет, мужчина от 40 до 50 лет и девушка 18-25 лет. Требования – ненецкая внешность, знание национального языка. Мария Бобрикова, уроженка Неси, по всем параметрам подходит. 18-летняя студентка социально-гуманитарного колледжа, кроме того, и в Ненецком театре Иллипс занимается. Поэтому и пришла на кастинг. Мне кажется, как-то грубо было бы выпускать такую возможность. Это вообще, мне кажется, замечательно. Тем более фильм будет сниматься как бы о ненцах. Мне кажется, это будет интересно. И опыт. Впрочем, желающих стать главной героиней картины оказалось довольно много. И даже тех, кто не по всем параметрам подходит. Наша коллега Надежда Литкова ненецкого языка не знает, но это препятствием не стало. Ради такого можно 10 разных языков выучить, смеется девушка. Ну, хочу сказать, кастинг – это не страшно. Я думаю, если человек хочет получить роль, он должен быть уверен в себе. Я мало что знаю об этом фильме, и что за режиссер, и что будут снимать. Мне просто очень интересно. Поэтому я старалась показать себя с лучшей стороны. Претендентов на мужскую роль оказалось меньше. Впрочем, съемки фильма начнутся только в мае 2015 года. Поэтому у режиссера есть еще масса времени подобрать достойного главного героя. Александр Бобрякович, Алина Ваучейская, Антон Ведряков. Телеканал «Север». Программа «Итоги недели». Проверить свою сноровку на полосе препятствий, разобрать автомат за несколько секунд и оказать первую медицинскую помощь при переломе ноги. Все это предстояло выполнить командам средних профессиональных образовательных учреждений. На базе лыжероллерной трассы стартовала ежегодная военная спортивная игра «Салют». Наш корреспондент Сергей Журавлев наблюдал за застязаниями. Минутой молчания участники и организаторы игры почтили память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Сильный ветер, снегопад и лужи под ногами – ничто не в силах повлиять на настрой команд. Прозвучали напутственные речи, и участники полной решимости отправились на старт. В этом году привычное место проведения игры пришлось изменить. На трассе все готово для соревнований, ждут лишь команды судей. Организатором соревнований в очередной раз выступил Центр поддержки молодежных инициатив. Торжественные мероприятия проходят сейчас в войсковой части 12403, поэтому, к сожалению, на их территории мы не смогли провести этапы. Но, тем не менее, сегодня на открытии мероприятия возле «Обелевская победа» представитель войсковой части был, он принял аэропорта капитанов команд. Сигнал дан, и участники команд устремились на этапы. Первое испытание – подтягивание. Строго по технике, без лишних движений. Все усложняло погода. Перекладина была ледяной, и даже просто повиснуть на ней было проблематично. Все справились. Судья подсчитывает баллы, и можно отправляться дальше. Следующий этап еще непредсказуемее. Полоса препятствий. Прыжок в окоп. Необходимо метнуть гранату и попасть в цель. Дальше змейка, и снова в окоп, но уже для стрельбы. Патрон один, и нет права на ошибку. Попадание. Ура. Бежишь в обратном направлении. Проволока. В стремительном прыжке ныряешь под натянутые над тобой нити. Голову и ноги поднимать нельзя, ведь за это штраф. И все эти преграды надо преодолеть как можно быстрее. Время идет. Мероприятие было очень хорошее, понравилось. Больше всего мне понравилась полоса препятствий. Это когда сначала гибаешь гранату, потом бежишь через полосу препятствий и стреляешь. И потом проползаешь под, ну, мышеловкой, конкурс. Мне очень понравилось, потому что у меня с этим все хорошо. Я маленький, мне быстро это все делается, стреляю хорошо, и гранату бросаю. На этапах соревнования проверяли не только физическую подготовку, но и знания истории своей страны. Командам предстояло перечислить даты крупных событий Великой Отечественной войны. Все команды справились с заданием на отлично. Каждый солдат должен знать, как оказать первую медицинскую помощь своему товарищу. Бинты, ветки, жгут – все шло в дело на медицинском этапе. Компас в руках – значит ориентирование на местности. Дистанция 5 километров. И необходимо не просто пробежать, а двигаться по азимутам. У нас то же самое перед этим проходило со школьниками. Просто вот ребятам, студентам уже меньше повезло. Снег, такие погодные условия уже более тяжелые. Там у нас со школьниками какие-то этапы проходили на территории войсковой части. Приятным сюрпризом стало отдельное соревнование по перетягиванию каната. В нем также участвовали все пять команд. Эмоции зашкаливали. Каждый болел за своих, давая советы и подбадривая товарищей. Сильнейшей в этом упражнении оказалась первая команда социально-гуманитарного колледжа. Судьи заняты подведением итогов. Участники в это время восстанавливают силы с помощью горячего чая и булочек. Очки подсчитаны, места распределены. Все готово для награждения. По итогам соревнований победителем стала вторая команда социально-гуманитарного колледжа. Второе место у первой команды Ненецкого аграрно-экономического техникума. И замыкает тройку призеров первая команда социально-гуманитарного колледжа. Все призеры были награждены дипломами, кубками и денежными сертификатами. Сергей Журавлев, Сергей Качиков, телеканал «Север», программа «Итоги недели». Традиции и правоприемство поколений, дружба народов и творчество. В Наринмаре прошел шестой окружной праздник комикультуры Визулайю. На сцене Большого зала КДЦ «Артика» он собрал более 20 коллективов из Наринмара, Заполярного района, Сыктывкара и Комипермятского автономного округа. Каждый участник привез с собой сценировку народной игры. Именно ей был посвящен фестиваль. Все подробности у Ильи Сахарова. Визулайю событие многогранное. На празднике комикультуры можно не только увидеть и почувствовать дух коми-народа. Здесь настоящий кладезь творческих знакомств и идей. За новыми знаниями и впечатлениями на фестиваль едут люди всех возрастов, национальностей и предпочтений. Везли танцы и песни, и игру. А что за игра? Национальная. Здесь, например, можно научиться плести циновки. Их с давних пор используют для утепления полов в чуме. Женщины и девочки плели их на досуге. Скрепленные нехитрым способом ивовые или березовые лозы – практичная и доступная вещь на все времена. Допустим, положить для самого порога. Или для того, чтобы не задержать снег, можно, допустим. Можно кашпо украсить. Понимаете как? Вот этот сам узор, который ложится на циновку, его можно применить где хочешь. Визу Лайо – это праздник семейных ценностей. Читая Ваучейских, прилетело из НИСИ практически полным составом. Жена, муж, двое детей и внучка. Для них семейные традиции не просто слова. Родители кочевали по тундре вместе с сыновьями. Поэтому те все знания впитывали в себя с детства. Так, ну, больше у нас в семье на коме разговаривают, чем на русском. И вот этот праздник, визу Лайо, он уже несколько лет, ряд лет уже существует. Поэтому мы уже не раз, не в первый раз здесь находимся. А еще визу Лайо – это дружба народов. Мы стали свидетелями творческого союза представителей коми разных регионов – Ненецкого и Коми-Пермятского округов. Первый ряд, второй ряд. Все играется парами. Сыграй первую пару. Раз, два, два, три, четыре. Это четырех. Вторая пара. Анатолий приехал на фестиваль из Кудымкара. На репетиции к нему подошел мальчик и попросил показать пару наигрышей. Опытный преподаватель, участник ансамбля «Шонды Банд», сразу заметил музыкальные способности своего тезки и не смог ему отказать. Ни разу, ни разу не играл, а вот показал первая, вторая пара. То есть это гармошечная, частушечная наигрыша обыкновенная. Под это можно петь. Сейчас покажу, как их соединить. Да, я буду играть на гармошке, когда научусь. Когда люди вдоволь пообщались в холле, все действо переместилось на главную площадку КДЦ. Более двух часов зрители могли наблюдать народные игры из самых разных уголков проживания КОМИ. Обрядовые, потешные, свадебные и многие другие, которые удалось восстановить по памяти старожилов и адаптировать к сцене. Поскольку это конкурс, то был и победитель. Им стал КОМИ-ансамбль «Рэдвужьяс» из НИСИ. Илья Сахаров, Валентина Чибичик, Антон Водряков, телеканал «Север», программа «Итоги недели». Программа «Новости севера» и «Итоги недели» уходит в отпуск. Да-да, мы не отдыхали этим летом. Увидимся с вами уже в декабре. И тогда мы снова выйдем в эфир. Всего вам доброго и оставайтесь на севере. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова